Как надуть этот шарик? У меня чучуки не лопнули. Может Макс мне поможет? Макс, Макс, надуй мне пожалуйста шарик. Даник, а сам чего? Сам надувай давай, большой уже. Я пытался, старался. Чучуки не разорвались, никак не могу надуть. Макс, ну надуй шарик. Ладно, ладно, давай только попозже, Даник. Мне надо сейчас. Саш, я что-то забыла, а вот эти брюки тебе с собой положить чемодан? Вот эти цвета хаки, конечно, Даш, ты что? И курточку еще такую же не забудь. Это единственное, в чем я там и хожу. Так, а ты что, мне белые брюки собралась положить? Куда я в них пойду, Даш? Они через минуту станут все черные, ты чего? Саш, ну я подумала на выход, может в магазин в них сходишь или погулять куда? Не все время, что ты там работаешь. Нет, нет, Даш, однозначно, только не эти белые, оставь их. Я лучше в отпуск, в них летом поеду. Ладно, поняла, белые, тогда убираем. Мам, мам, а надуй мне, пожалуйста, шарик. Даник, я пока не могу, я папе чемодан в командировку собираю. А что, папа опять уезжает что ли? Да, Даник, выходные закончились. Папа, наверное, от нас устал, вот и поедет отдыхать в свою командировку. Постоянно так делает. Отдыхать. Даник, папа едет работать, между прочим. Диана, а надуй мне, пожалуйста, шарик. Не могу, Даник, у меня ногти накрашены. Ну, Дианка, ну шарик же не руками, а ртом надувать надо. Ага, а держать я, по-твоему, его чем буду, ртом тоже? Ну, давай я подержу, что ли. Нет, Даник, так неудобно, давай попозже. Кать, Кать, а надуй мне, пожалуйста, воздушный шарик. Хорошо, Даник. О, ну хоть кто-то у нас в семейке нормальный. Хорошо, но попозже, сейчас я сделаю домашнее задание и надую, ладно? Так, бананы, картошка, печенье, кетчуп обязательно. Так, Даша, а где вермишель быстрого приготовления? Ты что, забыла ее купить? Саш, купила, она в шкафу, возьми штучек 20, может даже 30 хватит тебе. Папа, папа, надуй мне шарик, а зачем тебе столько еды? А почему мама тебе разрешает кушать бич-пакеты, а мне нет? Даник, я собираюсь в командировку. Мне же нужно там что-то кушать. Вот, закупили продуктов. А вермишель быстрого приготовления кушать вредно, поэтому мама тебе и запрещает. Ага, вредно. Сами кушают вкуснятину, а мне не дают. Эх, все взрослым можно, а маленьким нет. Ты надуешь мне шарик или нет? Даник, сейчас соберусь, пожалуйста, я могу что-нибудь забыть и все, а там магазин за 5 километров. Так, это положила, носки и трусы положила, костюм положила, ну все, чемодан можно закрывать будет. Мам, мам, а ты уже все? А надуй мне шарик. Мам, мам, а ты не видела щенка? Его на своем месте опять нет. Видела, Макс, он тут со мной, чемодан папе собирает. А, вот ты где. А я тебя везде ищу. Пойдем давай гулять. Нужно тебя к туалету на улице приучать. Даник, подожди за своим шариком. Сейчас папу дособираем, обязательно надую. Макс, может возьмешь его с собой на прогулку? Не знаю. Даник, пойдешь? Так, вы тут решайте, а я пойду дособировать папу. Не, Макс, я не хочу. Я хотел в шарик поиграть, но мне его никто не надувает. Ладно, как хочешь, ну сиди дома тогда. С прогулки попришли, я бы тебе и надул твой шарик. Ага, вы все только обещаете. Потом да потом, потом да потом. Вот уеду, как папа от вас. Командировку. Вот потом соскучится по мне, пока меня не будет. Там уже и шарик мне все будут сразу надувать, а не через когда-нибудь. И у папы там хорошо. Кушать он взял и вкусняшки есть. А что он там еще делает? Спит и ест, как в отпуске прямо. Все, решено. Я еду в командировку. Ну вот, вроде все собрали, Саш. Дети, идите, скажите папе пока-пока. Пока, пап, приезжай скорее. Пока-пока, папочка, мы будем скучать. Пока, девочки, я тоже буду скучать по вам. А где у нас мальчики? Ой, Саш, а Макс ушел со щенком гулять. И Даника, наверное, взял. А, ну ладно, пусть гуляют тогда. Ну что, все, я поехал. Мам, я пришел. А что, папа уже уехал? Да, Макс, долго гуляете. Даник-то тоже пришел с тобой? Какой Даник? Я бы с собой не брал, он сам не согласился. Он сказал, в шарик будет играть. Как это не с тобой? Его дома нет. Я думала, он ушел с тобой за щенком гулять. Да нет же, говорю. Домом он, наверное, обиделся на всех. Ему никто шарик так и не надул с утра. Обиделся, думаешь? Даник, Даник, давай свой шарик. Да хоть три, хоть два. Все, дела закончились, я могу надувать. Даник, Данечек, ну ты где? Даник. Вылезай давай. Фух, ну наконец-то добрался. Апчхи! Будь здоров. А кто здесь? Слышимость такая, что ли, в общежитии? Будьте здоровы, кто там за стенкой? А-а-а-апчхи! Да нет, вроде не за стенкой. Покажется же такое. Как будто в чемодане кто-то чихает у меня. Ладно, разберу тогда чемодан, раз встал. Привет, пап. Фу, здесь так пыльно, чуть не задохнулся. А мы уже приехали в кармандировку. Даник, вот это новости. Ты что, все в это время в чемодане ехал? Зачем ты сюда забрался? Я же тут, я же тут должен буду работать. Куда я тебя девать-то буду? А я с тобой буду работать, папа. Я тоже хочу уехать от нашей веселой семейки, чтобы они заскучали по мне. А то сегодня никто не хотел со мной играть и шарик надувать. А пока мы тут с тобой, они там все скучают. А когда приедем, все будут радостные и надуют мне шарик с первого раза. Эх, Даник, Даник, ну какой шарик? Куда мне теперь тебя девать? Если я обратно поеду, мне прогул поставят. Так, нужно срочно позвонить Даше. Нужно решать, как тебя отсюда забирать. Ну, папочка, ну можно я с тобой в кармандировке? Тут и кровать есть для меня. Я тебе не помешаю. Фух, молодой человек, вынужден вас разочаровать. Уступите мне мою кровать, пожалуйста. Даник, иди ко мне. Фух, тяжелый день сегодня был. Фу, папа, а чем это так пахнет тут? Даник, здесь всегда так пахнет. Пахнет уставшим дядей. Куда мне тебя девать? Я ума не приложу. Алло, Саш, да конечно потеряли, да. А ты что-то знаешь? Я уже полицию хотела набирать. Да, его нигде нет. Где? В чемодане? Он у тебя там? Какой кошмар, а? И зачем он это сделал? Соскучились. Я уже по нему так соскучилась. Как мы его возвращать будем? Завтра вечером машина поедет? А как же он до завтра до вечера? Это что он там делать будет? Давай я сейчас приеду. Думаешь? Ну ладно, хорошо тогда, да. Будем завтра его ждать. Даник, путешественник, ага. Давай аккуратно там. Следи за ним, ага. Тут кирпич на голову упадет на ваши стройки. Да, все, давай, пока. Так, Даник, вот тебе стул, сидишь на нем и никуда отсюда не уходишь. Ты понял? Это стройка, опасный объект. Круто. Пап, только это не стул, это ведро. Ну, извините, что нашел? Так, укладочная сетка. Ой, пап, смотри, я в тюрьме, я в тюрьме. Даник, ты когда успел туда залезть? Немедленно вылезай. Я же тебе сказал, где тебе нужно сидеть. Давай, выбирайся. Пап, ну мне скучно. Давай я тебе чем-нибудь помогу. Чем ты мне, Даник, можешь помочь? Раствор мешать будешь? Ух ты, да. Давай я буду раствор мешать. Даник, ну как ты туда свалился-то? Давай, будем тебя доставать. Хе-хе, я как в мультике про жихарку на лопате путешествую. Все, со стула, с ведра или как его там, не ногой. Так, нужно подготовить кирпичи. Отсюда перенести туда. Пап, пап, я в туалет хочу. А? Ай, ай-яй-яй, моя нога. Даник, ну не отвлекай. Ой, пап, извини, я не хотела, чтобы тебе кирпич на ногу упал. Да я так и понял. Вон там туалет. Деревянный дверь, видишь, а? Вот это вот. А где там унитаз? А как туда туалет ходить? Даник, ну извини. Дом, в котором мы установим унитаз, еще не построен. Так что как-то так. Да, как-то невесело у тебя в твоей этой кармандировке. Кирпичи таскать, сетки колючие, еще раствор какой-то мешать. Эх, вот бы я сейчас дома сидела в шарик играл. Вот-вот, Даник, я тоже об этом думаю. Пап, смотри, я себе фиг вам сделал. Даник, нет, 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 вылезай, ты что? Фух, успел. Пока этот фиг вам тебе на голову не упал. Эх, Даник, сиди, пожалуйста, на ведре, ладно? Ладно, пап, договорились. А когда я домой поеду? Скоро, скоро. Тебя заберет мой напарник. У него смена кончилась, он домой поедет. Тебя и прихватит. А что, все? На путешествовался по командировкам. Ага, чего-то уже и не охота. Надеюсь, за один день веселая семейка по мне соскучилась. Саш, да, дома уже, ага. Да, конечно, завели, да. Да порассказывали, ага. Ну давай, все, удачно тебе поработать, ага. Ну что, Даник, как тебе? 24 часа, первый рабочий день на стройке, а? Если честно, то, мам, 24 часа в командировке не очень. Эх ты, путешественник. А вы уже по мне соскучились? Мам, ты надуешь мне шарик? Конечно, соскучились, давай надую, да. Ну вот, сработало же, сработало. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дариналка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Ой, я, кажется, шарик у папы в чемодане оставил. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...